Девушки отдыхают И стул Господь и сеть сейчас До избытка и зли Мое сердце, любовь Твою любовь Мы стоим пред Тобой Обруженные вновь Твоей любовью Мы стоим окруженные Любовью Твоей Давай, церковь, скажем эти слова Приняешь атмосферу в нас Приняешь атмосферу в нас Ведь стул Господь и сеть сейчас И нам не нужно много празд Ведь стул Господь и сеть сейчас Я избыдка и зли Мое сердце, любовь Твою любовь Мы стоим пред Тобой Обруженные вновь Твоей любовь Скажи до избытка и зли Мое сердце, любовь Твою любовь Мы стоим пред Тобой Обруженные вновь Твоей любовью Мы стоим Мы стоим вновь Твоим Бог Иисус У престола благодати Сейчас я стою Я вижу Твой престол Передо мной Сияющие глаза Смотрящие на меня любовью Церковь Посмотри сейчас в его глаза Я прошу тебя Давай поднимем наши руки сейчас К нему К нему К нему Когда ты поднимаешь руки Это не нам поднимаешь Ты поднимаешь Потому что ты жаждешь Потому что ты хочешь Скажи я нуждаю в себе Дух Святой Я нуждаю в себе Если ты не придешь Нам не нужны проповеди Нам не нужна музыка Нам нужен ты Нам нужен ты Дух Святой Переливай Старые воды Пусть шекут старые воды Пусть придут новые воды О Дух Святой Давай скажи вместе О Дух Святой О Дух Святой Нас обид Себя Так жаль всем О да Волю Твою Царство Вы призывай Давай скажи Давай призывай сейчас Давай призывай сейчас О Дух Святой О Дух Святой Нас обид Себя так жаль Давай шаждущи руки Волю Твою Царство Твою Мы призывай Я Посвисткий голос Небеса Христа Скажи что нуждаешься в Него Источник моих сил Источник моего исцеления Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Великую честь рукоплещи Ему, Церковь! Аллилуйя! 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 Слава Богу, дорогие! Спасибо за прославление! Давайте мы воздадим великую славу Господу за наших левитов, что Бог так мощно использует их. Присаживайся в присутствии Божьем, но что-то скажи своему соседу приятно, как он хорошо выглядит, или как он хорошо пел рядом с тобой, когда звучали эти слова прославления, или как он хорошо молился, так громко, что наилу не было слышно. Знаете, когда звучали объявления, я их слушал, знаете, я слышал голос Максима, и я понимаю, что это голос Ковчега. Знаете, такой голос, если будет пожар, пойдите туда, пожаротушение там. Если вы были в Абхазии, то это так, это вот так. Знаете, я бы его обозначил такой серебряный голос, серебряный голос Ковчега. Но есть еще один голос возлюбленный, я его обозначил, золотой голос Ковчега. И как вы думаете, кто это? А? Аслан, молодец. Это Наира. Это наша сестра Наира. Давайте воздадим Богу славу. Ну, знаете, я еще один голос обозначил. Это такой бриллиантовый голос. Чистый. Нет, это наш пастор Олег Васильевич. Поэтому давайте мы воздадим славу точно так же за нашего пастора и нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Чтобы здесь звучал голос жениха и невесты, чтобы здесь звучал голос, знаете, победы Божьей, Божьей славы, Божьей силы, когда дьявол, сатана будет сломиться от той славы, которую Бог являет. Когда мы слышим слово, когда мы слышим пение, когда мы слышим, знаете, вот эти слова любви, мира, а эти твердыни разрушались, люди исцелялись, сердца переплавлялись, и слава Божья приходила. И наполняло этот зал благоуханием Божьим. И благоухание Божье, знаете, оно текло от сердца к сердцу, кустам, кустам. И мы, знаете, в этой любви, в этом мире пребывали все единодушны. И ожидали голоса Духа Святаго, когда Он сойдет на свою церковь. Аминь, возлюбленные. Я хочу передать привет от нашего старшего пастора. Он сегодня проповедует в Новокубанске, в городе. И хотел бы передать этот привет. И также, чтобы мы помолились, склонили наши головы, благословили нашего пастора. Потому что Библия говорит, что прославляется один член, прославляется все тело. Все тело. Знаете, и пусть он там прославляется. Пусть прославляется, но люди знают, что откуда он приехал. Из Сочи, из Ковчега. Аллелуя. Боже, мы благодарны Тебе. И мы благословляем нашего старшего пастора Олега Васильевича. Мы благодарим Господи. И просим Духом Своим святым, посети там, где Он есть. Посети это собрание. Просети проповедь Господи. И пусть слава Твоя будет явленная, проявленная. Мы доверяем Тебе и уповываем на Тебя, Отец. Во имя Иисуса Христа. И все согласные сказали Аминь. Аминь. Хорошо, дорогие. Прежде чем начать проповедовать тема моей проповеди, она называется Стой и не сдавайся. Стой и не сдавайся. Но, знаете, есть такое замечательное местописание в Библии. Замечательное местописание, которое говорит, ищите и найдете. И вот однажды я, знаете, так размышлял и думаю, ищите и найдете. И я представляю, знаете, каждый раз я дома периодически, бывает, что-то ищу. Я периодически что-то дома ищу. Но когда я ищу, знаете, я не всегда это нахожу, особенно если это положила моя супруга. Она говорит, ну возьми, вот там лежит шифонерий на полке. Володя, на В звонит Володе, говорит, Володя, ну там твои вещи лежат, возьми. И знаете, Володя ищет и весь шифонер выложил из полки. Она говорит, ну вот же, смотри, оно на двери все. И она такая приезжает умилотворенная, и такая говорит, ну Володенька, милый, что ты наделал? Да? То есть ты, когда ищешь, жена приезжает, ты что сделал? Ну вот же лежит. Ты что, не видишь, что ли? Возлюбленный. Иисус говорит, ищите и найдете. Ищите. Когда мы ищем Иисуса Христа, иногда нужно, знаете, нашу внутренность, внутри все перекопать. И Бог не придет, не скажет, что ты наделал? Что ты наделал? Зачем ты навел этот беспорядок? Бог придет и наведет свой божественный порядок в твоей жизни. Аминь. Бог придет и наведет свой божественный порядок. Знаете, в жизни одного человека в Японии произошла ситуация. Куроки Тоши Юки. Его жена заболела диабетом. Они 30 лет прожили вместе. И на тот момент ей было 52 года. И вдруг она заболела диабетом и стала терять зрение. И к ней напала жуткая депрессия. Она перестала выходить из дома. Муж начал винить себя, потому что он много посвящал, посвящал времени работе. И он начал обвинять, что он не уделял ей столько времени. И они ожидали, когда они выйдут на пенсию, они будут ездить и путешествовать. По всему миру. Откладывали для этого финансы. Но знаете, он не хотел сдаваться и искал выход. Стал искать, что же ему сделать. И он нашел этот выход. Он нашел один замечательный цветок, который так ароматно пах. И он засадил свой двор цветами. И сказал, дорогая, выйди. И когда она вышла, знаете, это благоухание, оно наполнило ее вот аромат, знаете, освежение, и что-то в ней произошло, стала уходить депрессия. И она стала периодически выходить из дома. Пожалуйста, Максим, покажи эту картинку. Возлюбленные, дорогие. И он засадил три тысячи квадратных метров этими цветами. Потом засадил пять тысяч. И люди со всего мира стали приезжать туда и наблюдать эту картинку. Наблюдать. Он сделал это ради своей любимой жены. Для того, чтобы не было депрессии. Она не могла, может быть, с ним путешествовать так, но весь мир стал приезжать к ним домой, чтобы наблюдать эту красоту. Возлюбленные, дорогая церковь, я тебе хочу сказать, Бог наполняет своим благоуханием церковь. Бог наполняет благоуханием церковь. Бог наполняет тебя своим благоуханием, чтобы ты шел и благоухал в этот мир. Чтобы люди приходили и вкушали это благоухание, вдыхали с тебя это благоухание. Аллалюя! Бог великий! Давайте мы воздадим ему славу. И местописание Галатам 5 глава 1 стих. И здесь написано «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Аминь. Знаете, интересное местописание, которое где мы не посмотрим в Библии все время и говорим «Иди вперед, двигайся, благовествуй», еще что-то. Но здесь вдруг что-то можно даже задать вопрос «Паев, что с тобой не так? Почему ты говоришь «Стойте в свободе, которую даровал Христос?» Почему нужно остановиться? Почему нужно эту остановку на какое-то время сделать? Потому что что такое стоять? Если стоять, ты можешь только наблюдать, если встану, я буду видеть вас всех. То есть нету никакого движения. То есть нужно просто стоять, нужно наблюдать, можно видеть, можно смотреть вдаль, еще что-то, но нету никакого движения. И апостол Павел говорит «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, не подвергайтесь опять игу рабства». И знаете, когда мы читаем дальше, что произошло? Пришло в церковь учение об обрезании. Нашлись, может быть, люди, которые, знаете, так красиво, грамотно рассказали, и были люди, которые услышали, может быть, они были давно верующие, а может быть, были недавно верующие, новообращенные. И пришли люди, которые, знаете, так красиво, грамотно рассказали, что если ты не обрезываешься, то в твоей жизни будут проблемы. Знаете, И вот я бы эту картину проиллюстрировал таким образом, что человек, знаете, он бежит быстренько из церкви, убегает, берет нож, делает себе обрезание. И вдруг он встречает пастора на улице и идет таким шагом, знаете, и вдруг Алик Васильевич ему навстречу. Он говорит, брат, ты где? Почему тебя в церкви нету? Он говорит, ну обрезываться же нужно. Он говорит, кто тебе сказал? Ну люди сказали, нужно обрезываться. Он говорит, врача не было, хирурги все занятые были. Я сам себе сделал обрезание и занес еще инфекцию. Знаете, вот иногда эта картина, она видна вот таким образом. Люди уходят из церкви, потому что слышат учения, знаете, об ангелах, учения о десяти, ничто неправильно. Однажды один брат пригласил к себе другого брата. Он купил квартиру и говорит, слушай, приди, поменяй светильники. Ой, я хотел бы поприветствовать зрителей, я забыл. Я приветствую зрителей. Давайте мы все вместе поприветствуем зрителей. И он вдруг говорит, слушай, приди, мне нужно повесить светильники. Он пришел и так, знаете, как бы не навязчиво стал ему говорить, слушай, Ну, вот вы в церкви даете десятины, а сейчас благодать. Вы поступаете там не по любви. Он говорит, слушай, я пригласил тебя сюда, дал тебе работу, но я в церкви приношу десятину. Я верен в служение, я верен пастору, я верен Слову Божьему. И Бог меня благословляет, Бог меня поднимает на свои высоты. И я тебе даю работу. Возлюбленные, когда ты верен Богу, когда ты верен Его Слову, Бог будет благословлять тебя. Бог будет заботиться о тебе. Бог будет восполнять всякую твою нужду. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами открыли книгу Исход. Книга Исход, 14 глава, читать будем с 5 стиха. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что мы это сделали. Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам. Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял с собой. И взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетских начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского. И он погнался за сынами израиля. Сыны же израиля шли под рукой высокую. И погнали за ними египтяне и все конницы с колесницами фараона и всадники. И все войско его и настигло их, их расположившись у моря, приепив Гаферлофе, предвал цифоном. Фараон приблизился, и сыны израиля оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и воззапили сыны израиля Господу. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте? Сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам. Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне. Ибо египтяне, которых видите вы ныне, более не увидите вовек. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны. Аминь. Многие знают эту историю. Она интересна тем, что Бог избавал Моисея, взял народ. И знаете, я увидел это таким образом. Вот сегодня мы решили купить это помещение. Есть проект, пастор говорит, церковь, давайте мы купим помещение. Давайте мы в конце года принесем такое большое знаменательное приношение все вместе. Но знаете, иногда звучит такой голос, когда ты слышишь, особенно слова, когда говорят, слушай, нужно обрезываться. И некоторые, может быть, убегают от церкви. Кто-то слышит слова, не нужно давать десятину, сейчас любовь. Бегают по конференциям, за перьями ангельскими, за золотом, пылью золотой, еще за чем-то. Но в церкви, знаете, то есть звучит голос, когда пастор делает призыв, когда говорит, давайте церковь, мы все вместе, как один народ. И вот то же самое я увидел, когда Бог проговорил к Моисею. Бог проговорил к Моисею. И что произошло? Они начали говорить, Моисей, кризис. У кого-то кризис среднего возраста начался, у кого-то другой кризис. Но они говорят, кризис. Может быть, не пойдем никуда. Но они вышли, написано, и пошли. И знаете, что произошло? Фараон погнался. Фараон погнался, взял 600 колесниц, написано, отборных воинов. Помимо тех, которые были еще, он взял 600 отборных воинов. И народ, написано, воззапил Господу. Воззапил. Воззапил. А потом пришел к Моисею. И начал предъявлять претензии. Начал предъявлять претензии. Начал говорить, Моисей, зачем ты нас сюда вывел? Там чеснок, лук. Там и гробы есть. Там бы лучше мы умерли. Иногда, знаете, звучит такое. Зачем я пришел в эту церковь? Лучше бы там остался. Зачем я пришел поговорить к пастору? Лучше бы не ходил. Он мне ничего нового не сказал. Потому что оглядываешься назад и видишь воинов. Наглядываешься назад и видишь ту же проблему. Оглядываешься назад. И ничего вроде бы не поменялось. Но Библия говорит, что праведник верою жив будет. Возлюбленные, дорогие. Когда ты приходишь, тебе нужно принять Слово Свышенное и востворить это Слово в веру. Аминь, возлюбленные. Скажи соседу, я знаю, о чем он проповедует. Если ты смотришь, скажи своей жене, я знаю, о чем он проповедует. И знаете, вот эти события, когда ты их иллюстрируешь на нынешнюю жизнь. Они увидели эту проблему. Войны гонятся. Проблема пришла. Вот написано, что уже, знаете, слышен этот шум колесниц, которые топочут уже сзади, где-то позади тебя. Топот этот, ржание коней. Они начали говорить Моисею. Вас запить к Моисею. Может быть, кто-то уже, знаете, у своего обоза, у своей телеги начал отрывать колеса, чтобы, знаете, сделать плод такой, переправиться на ту сторону. Кто-то, может быть, трубочку сделал и начал в песок закапываться или под землю, чтобы, знаете, его не настигли там, не нашли. Кто-то, может быть, уже искал пути отхода, как бы так по бережку, может быть, просочиться, чтобы фараон не заметил. Но мне нравится поступок Моисея. И Моисей говорит народу такие слова. Но Моисей, 13 стих. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы, более не увидите вовек. Моисей говорит, оставайтесь вместе. Давайте мы встанем вместе. Давайте мы встанем плечом к плечу. Давайте мы будем стоять в вере и ждать до последнего, до конца. Мы верим, что Бог придет и не замедлит. Я верю, Он говорит, что ситуация изменится. Возлюбленные, дорогие, братья, сестры, в церкви Ковчег, стойте и увидите славу Божию. Стойте и увидите возмездие нечестивых. Стойте. Бог придет, восполнит всякую нужду. По богатству славы своей Христом Иисусом. Давайте мы воздадим Ему славу. Не нужно бежать, не нужно обрезываться. Если ты сел в эту лодку, греби до конца. Я в 2002 году покаялся. Знаете, есть такая замечательная... Может быть не замечательная, она просто не в таком народе звучит, да? Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Знаете, я покаялся в 2002 году, сел в лодку под названием Иисус Христос. И начал крестить в служении. Год, два, три. Бог говорит, езжай на миссию. А что нужно делать, Бог? Да начинай. Гребцентр расповаток. Хорошо. Знаете, раз, гребу, гребу. Раз, дом построили. Ребята начали спасаться. Господи, что делать? Да сейчас жену дам. О, слава Богу, Юля нашлась. И ты дальше гребешь. В ковчеге под названием, в этой лодке ковчег. Ты уже гребешь и смотришь братья, сестры кругом. Ты говоришь, аллилуйя, Господи. Как приятно и находиться братьям и сестрам вместе. Возлюбленный, я хочу тебе сказать. Если ты сел, греби. Я уже 16 лет гребу. Знаете, и Бог, Он не посламил. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Аллилуйя, Бог великий. Он привел тебя в этот город, может быть, издалека, чтобы благословить в Доме Божьем. Может быть, ты живешь здесь, покаялся, но Он хочет благословить тебя в Доме Божьем. Явить свою славу, явить свое величие, явить свое могущество. Потому что Он великий, Он тот, который будет спасать, Он тот, который будет менять ситуацию. Это твой Бог, который умер за тебя и меня. Это Иисус Христос. И Моисей говорит, стойте и увидите славу Божью. Не увидите больше врагов. Не увидите больше неприятеля. Не увидите свое бедственное положение. Увидишь, как сына твоего выпустят из тюрьмы. Увидишь, как дети выйдут из наркотического плена. Увидишь, как раковые больные исцеляются. Увидишь, как гепатит исцеляется. Ну, стой только в свободе. Стой. Ожидай. Скажи своему соседу, я ожидаю. Салом 90-й. Говори Господу, прибежище мое и защита моя, Бог, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя. Под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразды, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими, и видеть возмездие нечестивых. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедовал о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесу тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступать будешь, попирать будешь льва и дракона. Аминь. Знаете, ни для кого не секрет, но может быть кто нас смотрит по телевизору на Вера 24, или кто первый раз меня видит в церкви Ковчег, кто пришел, может быть, первый раз. Я занимаюсь реабилитацией наркологозависимым. И знаете, там есть классические вопросы, которые всегда задают. Классика. Вот это, в принципе, классика в любом реабилитационном центре. И одна из них, знаете, такой классический вопрос, это, ну как же меня ударят по правой щеке, а я подставлю левую. Ну такой классический. И как правило, знаете, ну, я не знаю, не хочу никого обидеть, не хочу никого обидеть. Ну как правило, я их, такую категорию людей обозначил, такие комнатные тайсоны. Знаете, и он все время говорит, задает такой вопрос, слушай, ну вот я буду идти в темном переулке со своей девушкой, вдруг ко мне хулиганы. Ну, я еще раз повторюсь, я не хочу никого обидеть, но когда ты посмотришь на этого парня, ты понимаешь, что у него, может быть, кроме алкоголя или наркотиков, никого не было, ни девушки, никого. То есть Бог просто призвал его по любви, по милости, чтобы благословить, чтобы, может, дать ему жену, чтобы дать ему спутницу жизни. И он, знаете, вот он, когда читает это местописание, он приходит к тебе и начинает задавать этот вопрос. Знаете, я тоже был из этой категории людей, но я был не комнатный тайсон. Вот. Но вопрос меня этот тоже мучил. И у нас служила замечательная сестра, у нас в репцентре было три служителя. Я их обозначал так. Один мудрый, другой строгий, а третья, она была знающая, потому что она отучилась в семинарии, в благодати, и она все время нам рассказывала, преподавала Библию. И вот знаете, она однажды привела такой пример. Она говорит, Геннадий, Бог, Он, говорит, может разрешить абсолютно любую ситуацию. Я говорю, ну как? Я говорю, хулиганы. Она говорит, однажды мы в Астрахани со служителем шли вместе. И служитель Дмитрий, который служил у нас, он чем-то похож на нашего Дмитрия Кутлугильдина, только Дима немножко поднакаченный, а у того только шея была накаченная, потому что он когда в репцентре был, они носилки носили с землей каждый день. И носилки постоянно носить нельзя, они сделали такие хомуты, потому что руки уже не держали. И за счет этого его шея накачалась. Остальное все тельце, оно было тельце. И вот они однажды вечером идут по Астрахани, и, говорит, мы проходим, и мимо, говорит, такой стоит два больших казаха. И, говорит, когда мы с ними прошли, она держала меня под руку. Это Оксана мне рассказывает. Я, говорит, держала Диму под руку, и вдруг сзади такой голос, эй ты, остановись. Она говорит, Дима, пойдем, пойдем, не оглядывайся. Он опять звук такой, эй ты, стой, я тебе сказал. Она говорит, Дима, пойдем. Мы воплощаемся с нашими зрителями, благодарим их. И вы можете... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok